Здравствуйте друзья и гости канала. Сегодня мы будем готовить печеночный пащет. Пащет с говяжьей печенки. Нежный, вкусный, пышный, аппетитный, со сливочным вкусом. Такой пащет можно готовить с любой печенки, куриной, свиной, у нас говядина. Вымачиваем печенку, освобождаем от пленок. Кусочки кладем на разогретое растительное масло. И когда печенка поменяет цвет, ложим лук и морковь кусочками. Солим, перчим. Добавляем растительного масла, а потом немножко воды. Тушим до готовности печенки. И когда печенка уже готова, перекручиваем два раза с мелкой сеточкой на мясорубке. Доливаем растительного масла, добавляем сливочного масла размягченного. Можно еще такой пащет, кроме того, как мы пропустили ее два раза через мясорубку, пропустить через блендер. И пащет готов. Подается печеночный пащет просто так в тарелках или же на бутербродах. Очень вкусно. Соленым огурчиком на обед, на ужин, на завтрак, к чаю, к кофе. Готовиться большими можно порциями и закладывать в морозилку. А потом небольшими порциями брать и пользоваться. Готовьте такой пащет. Это очень вкусно, доступно. Это качественно и дешево. Дешевле, чем купить в магазине. И качественнее. Встретимся в следующем видео. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Что мы видим, это то, что Стефанчук был на рабочем месте сегодня. Что он встретился с писанками ополиции. Что он согласился провести завтра в Каналу Турчево-Франции. Это уже какой-то хороший сигнал. Что Стефанчук делается самостоятельно? Сомневаюсь, но это нескольких вопросов в Золовейске. Будем видеть дальше, я думаю, что это события. Но в случае плохого развития, мы будем понимать, что вопрос. В первую очередь у него. Мне кажется, что ответственность будет все-таки на пункте. В то же времяからнившимость отракована. Но не в тую очередь. Возвращение в Казахстане